Еще вчера этот участник проекта «Мастер-шеф» не справился с приготовлением японских роллов и покинул проект. Но уже сегодня на кухне все будет доброе, Николай Ротар готов доказать, что он способен исправить свои ошибки и приготовить идеальные роллы. Встречаем Николая! Привет, как я! Здравствуй, здравствуй! Миколе Ротару 25 лет. В родном Огеническу работал малером-штукатуром, пастухом и кухарем. Пришел на шоу «Мастер-шеф», аби вразити суддів своими коронними стравами кавказької та української кухонь. И потрапив у двадцятку найкращих кулінарів країни. Микола невідминно виконав завдання з розбирання курки и приготовления итальянской стравы. Соус смачный, и вы так ретельно відбили начинку, что она идеальною консистенцией. Оно так идеально здесь выглядит внутри. Просто чудо какое-то. Втім, інші учасники проекту запамятали його як найкапризнішого суперника. Воно стоїть, пациентно. Соплі жує на кулак на мати. Я не хочу работать, мне же надоело. Не хочу я, правда, я не буду. Фатальним випробуванням для Миколи стали японські роли Филадельфія, через які він покинув шоу. Рада тебе приветствовать, хотя, конечно, от души сочувствую тому, что произошло. Ничего страшного, что поделать. Не огорчаєшся? Конечно, немного я огорчен, что не пришлось больше бороться на Мастер-Шефе, но я хочу доказать, что я действительно умею готовить суши. Я связалась с судьей проекта Мастер-Шеф моей подруги Танюши Литвиновой, и она мне рассказала о тех ошибках, которые ты допустил, и как должно быть в идеальных роллах на самом деле. И сегодня мы не просто посмотрим, как ты готовишь, и поучимся у тебя. Мы обязательно проведем тесты для тех роллов, которые ты приготовишь. И уже точно будем знать, удалось ли тебе исправить ошибки. Что нам понадобится для приготовления, Коль? Нам понадобится рис, лисянори, авокадо, огурец, сыр Филадельфия, рыба красная, маринад на основе уксуса. А васаби и маринованный имбирь, как всегда, в придачу к роллам. Я готова тебе помогать. С чего начнем? Основа я ее принес, он уже пропаренный и подготовлен. Это круглый рис. Он содержит много крахмала и, соответственно, будет лучше склеиваться. А как ты варил рис? Я рис мыл до тех пор, пока месь вода стала прозрачной. Вымыл лишний крахмал. Затем оставил на пару минут. Для того, чтобы рис подсох, я подготовил уксусный маринад. Чтобы рис был вкусным, а не пресным. Сюда входит 50 миллилитров уксуса, соль и сахар. А я не просто так взяла эту проволочку. Пока Николай смешивает маринад с рисом, я буду готовить специальное приспособление для тестирования роллов. С кем сложнее всего было расставаться, когда уходил? Мне не хватало на мастер-шефе поддержки своих друзей, близких. Чтобы у меня много сил появилось, чтобы дальше бороться и получить звание мастер-шеф. И, конечно, учеба во Франции. Я вижу, что ты решил продолжить. Готовить не бросаешь это дело. Нет, я не бросаю, конечно. Для того, как мы начнем готовить, я хочу тебе рассказать о своих часах. Неожиданно. А зачем это? Значит, смотри. Часы – это мой талисман. Мне этот друг дал этот талисман для того, чтобы сегодня я справился с этой задачей. Положу рядышком, чтобы удача не отходила от меня. Недалеко. Для начала я возьму перчатки. Это гигиенично. А для того, чтобы наши перчатки хорошо держались, я возьму резиночки. Секретики! Конечно, обычные резиночки. Я сначала одеваю на запястье, а потом на пальчики. Через два пальца. Я должна тоже научиться. Да, кольцо на кольцо ложишь. А, все, я поняла. Да, вот так. Надюша, я думаю, у тебя она не получится. Две резинки соединяем. Смотри, да, ложь. Перекрещиваем и продеваем в это вот отверстие. Да, да. Молодец. И теперь прошу вас, шеф. Молодец. Резиночки помогают нам, чтобы перчатки не слазились. Начнем. Берем коврик для роллов. Макису коврик для того, чтобы сворачивать роллы, в принципе, можно купить в магазине. Но это такое специальное приспособление, поэтому стоит достаточно дорого. Но мы с Колей вышли из положения. Обычный коврик из бамбука или бамбуковая салфетка, которая сгибается, и обернули полностью пленкой, тоже для гигиены, и чтобы легче было формировать роллы. Листья нори обрезаем напополам. У меня уже есть подготовленная. И нужно решить проблему. У тебя были слишком влажные листья нори, и из-за чего просто разваливались роллы вчера, когда ты готовил их на мастер-шеф. Мы не будем смачивать листья нори, потому что, значит, в рисе достаточно влаги, и оно будет держать форму. Я ложу на листья нори рис в виде снежки. И начинаю потихонечку пальцами выкладывать. Тонким слоем. И оставляю небольшой зазорчик сверху. Давай я пока порежу то, что нужно для начинки. Нужно будет почистить и порезать. Авокадо. Как ты хочешь, чтобы я порезала? Соломкой, кубиком? Значит, мне нравится, конечно, ломтиком. Так, есть. Смотри, я, получается, сделал и переворачиваю. Нам понадобится сыр. Есть у нас маленький секретик, мы воспользуемся кондитерским мешком. Я сюда сейчас могу выложить небольшое количество сливочного сыра Филадельфия. То есть у тебя не традиционные японские роллы, а Филадельфия. Разновидность, которая наиболее популярна, пожалуй, у нас, потому что сыр этот Филадельфий очень вкусный. Это как раз тот вид роллов, который у меня не получился на конкурсе. Вместо сыра Филадельфия вы можете, в принципе, взять любой крем-сыр, не сладкий, разумеется, либо сделать его самостоятельно по рецепту экспертов Сэбуды Добре. Для того, чтобы вспомнить рецепт, заходите на наш сайт в раздел видео. Тебе нужно обрезать ножом. Да, ты мне поможешь, да? Или как? Я могу. Давай, тогда отрежешь мне небольшой кончик. Так. Потом мы что делаем? Мы сыр наносим на поверхность листья нори. По-моему, самое время напомнить те ошибки, которые ты допустил вчера. Размер роллов у тебя был слишком большой. И трудно найти человека с соответствующим ртом. Поэтому сейчас, когда ты начинаешь наносить начинку, я тебе об этом напоминаю. А то вдруг получится, что ты ошибки свои не исправил. В конце я нарежу и надеюсь, что будет все правильно. Я пытался экспериментировать дома. У меня идеальные вышли суши. Слушай, после конкурса человек ночь не спал и день готовился для того, чтобы сегодня показать, как он исправил ошибки. Продолжаем. Давай, значит, ты мне авокадо нарезала. Да, достаточно? Я думаю, очень достаточно. И мы нарезаем огурец. Воспользуемся нашей кухонной машиной. Берем огурец. Огурец. Режем мы его напополам. Чтобы получить идеальную соломку из огурца, мы используем насадку терка в нашей кухонной машине. Быстро и без усилий с нашей стороны на справиться с работой регулируем скорость с помощью специальной ручки. Экономим время. Нарезали мы. Теперь можно положить, конечно, огурчики. Да. Выложили. И начинаем заворачивать. Я беру один слой, сделал. Подтянул немного к себе. Помнишь? Второй слой тоже делаю. Себе подтягиваю. Мы скрутили. И осталось там положить сверху нашу рыбу. Лосось я заранее нарезала небольшими кусочками. И начинаю выкладывать. Я помню еще одну ошибку, которую ты допустил. Это форма ролла. Задача была сформировать ролл квадратный. А у тебя он получился? Круглый. И эту ошибку ты сегодня исправишь? Конечно. Для того, чтобы они были квадратные у меня, я накрываю обратно ковриком и подтягиваю к себе. И начинаю ровнять. Пока ты формируешь квадрат, скажись, как ты считаешь, кто победит в мастер-шеф в этом сезоне? Конечно, у меня надежда была одна, что... Это будешь ты. Что это буду я, конечно. Я хочу, чтобы победил Александр Швец. Поживем, увидим. Можешь смотреть. В этот раз совсем другое дело. Теперь мне нужно их будет нарезать небольшими кусочками. Ну-ка, порции. Восемь кусочков. Я беру, смачиваю нож. Так делают профессиональные сушисты. Резаю сначала наполовину. Переворачиваю. С этих двух кусочков я попытаюсь сделать восемь. И пока Николай разделяет роллы на порции, я предупреждала Николая о том, что буду проверять его роллы, тестировать. И попросила Колю заранее приготовить роллы точно по такому же рецепту. Колечка, принес? Конечно, все я подготовил. И вот те роллы мы и протестируем, потому что эти выглядят аппетитно. И я собираюсь их съесть вместе с тобой. Перед началом тестов давай выпьем по чашечке кофе. Расслабимся. А то, по-моему, ты сегодня тоже волнуешься, как вчера на мастер-шиф. Угощайся, пожалуйста. Спасибо, Надюша. Обновленный Нес Кафе Классик каждое утро. Сейчас, вспоминая конкурсы все, через которые ты прошел, что было самым сложным для тебя? Это темная комната. Когда я еще не успел ее туда войти, я сразу сказал Эктору, давайте мне черный фартук. Потому что для меня это страшно. И я все-таки поборол свой страх. Я вошел в эту черную комнату, набрал инвердиенты. Молодец. Итак, приступаем к тестированию. Первое. Определим, правильного ли размера те роллы, которые приготовил ты уже после исправления ошибок. Пожалуйста, доставай те роллы, которые мы будем тестировать. И тут я объясню вам, что это такое я сделала. О, что-то мне страшновато немного. А вот теперь ты узнал эту цифру? Конечно, узнал. Это цифра 7. 7 сантиметров в диаметре приготовил роллы вчера Николай на мастер-шефе. И провалился, потому что это неправильный размер. Сегодня у тебя должны были получиться идеальные роллы размера меньшего. И вот эта петелька, для того, чтобы я провела ее, и убедилась, что ролл входит и выходит. Эти роллы мы есть не будем. Экспериментальные роллы для тестирования, поэтому можем смело брать руками. Вот ролл, который приготовил с учетом своих ошибок. О, ты подожди, только ты помедленнее, добро, чтобы я... Хорошо, Коля, я помедленнее. Входит и выходит, как говорили в мультфильме о Винни-Пухе, помнишь? Да, да, да. То есть вот насколько меньше ролл, который приготовил Коля, исправив ошибки, чем тот громадный, который он приготовил вчера и провалился. Тест пройден. Второй тест. У тебя было слишком много риса, и поэтому роллы были невкусными. Танюша придерживается мнения, что пропорция риса к остальным ингредиентам должна быть один к одному. И сейчас с помощью весов мы проверим. Возьмем целый, приготовленный тобой заранее, ролл. И я буду делать операцию. Я беру начинку. Боже, я так над суши никогда не издевалась, Коля. Чего не сделаешь, чтобы тебе помочь. Итак, получается в данный момент риса 87 граммов, а начинки... Ну я же высчитывал, должно все быть правильно как-то, ну. Ой, Надюша, что-то ты меня, я не знаю, интригуешь-интригуешь. Ха! Идеально! 87 граммов риса и 87 граммов начинки. Я в шоке, какой ты точный. Я не дарма старался всю ночь. Но это еще не все. Два теста из трех пройдено. Третий тест касается прочности роллов. Как мы знаем, вчера у тебя были листы нори влажные, роллы разваливались, их невозможно было есть. Сегодня ты исправил ошибки, мы в этом убедились, и роллы должны быть прочными. Поэтому я пригласила специалистов, которые сейчас проверят, насколько прочные роллы, приготовленные тобой. Встречай! Мой помощник Яков! Прошу любить и жаловать. И любоваться, конечно. Браво! Отлично! Как всегда. Спасибо, Яков, прошу. Ты любишь роллы? Так. Как тебе на вид эти роллы? Чудови. Но их нужно не есть, ими нужно жонглировать. Роллами не коллами жонглировав. Я тебя поздравляю, у тебя сегодня дебют. Колечка, шариками пожонглируй. Да я ж не умею. Ну попробуй, а вдруг у тебя талант? Да, ну, я же говорю, талант! Почему это? Украина моя талант, следующее шоу. Яков, сколько возьмешь? Попробуем с трех. Три? Так. Баран бильша. Класс! Давай побольше. Все. Запросто. Давай. Пробуем в четыре. Я не могу, это классно! И пять. Так, они трошечки злипаются. Главное, что они разваливаются, представляешь? То они просто так разваливались, а теперь... Пробуем пять. Ой, это волшебно, слушай. Итак, высоко. Надюша, я вот доказал тебе, что мои суши идеальные. Яков, спасибо тебе огромное. Мы обязательно после нашей встречи угостим тебя роллами. Спасибо тебе огромное за помощь. Это было великолепно. Надя, я тут тебе немного стол испачкал. Нужно будет немного убрать. Это мы сделаем легко и с удовольствием. Чтобы избавиться от загрязнений на кухне, можно использовать специальные моющие средства, которые эффективно растворяют жир. Очень важно, чтобы уборка не вредила здоровью. Поэтому я выбираю экологические и безопасные средства, которые содержат натуральные экстракты. Например, экстракт грибфрута обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. А благодаря удобному распылителю мы можем использовать столько средства, сколько нам нужно. Пожалуйста. Давай, я уберу это все со стола. Чистота и порядок отлично. Спасибо, Коль. Пожалуйста. Нам осталось только попробовать роллы. Мы обязательно это сделаем сразу, как только я напомню, как мы и готовили. Возьмите вареный круглый рис, авокадо, огурец, красную рыбу, листы нори, сливочный сыр или сыр Филадельфия, рисовый уксус, соль, сахар, васаби, маринованный имбирь и соевый соус. Смешать уксус, соль и сахар и подогреть, затем добавить в рис. Нарезать огурец и авокадо соломкой. Предварительно смочить руки водой и ровным слоем выложить рис по всей поверхности листа нори. Перевернуть нори, по центру положить сыр, по бокам огурец и авокадо. Коврик свернуть трубочкой, чтобы получился один длинный ролл. На верхнюю часть выложить нарезанные тонким слоем кусочки рыбы. Сформированный ролл нарезать острым ножом, предварительно смоченным в холодной воде. Перед подачей украсить роллы имбирем и васаби. Это настоящие роллы. Прошедшие испытания осталось только попробовать. Ну, ту порцию, которой Яков не жонглировал. Да, да, я тоже так думаю. Ты доволен своей работой? Я хочу сказать, что да, я доволен, что у меня все получилось. Все-таки, чтобы ты насладилась моим уже роллом и сказала или оценила. Оригото. Спасибо. Прекрасные роллы по вкусу практически не отличаются из тех, которые я покупаю в моем любимом кафе. Коль, жалко, конечно, что ты покинул проект, но это было для тебя прекрасной школы. И я убедилась, что ты умеешь исправлять свои кулинарные ошибки. Удачи тебе в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»